всем здорова с вами max power и сегодня у нас ремонт телевизора шарп да вот такой шар первый раз у меня в лаборатории мои на ремонте эта фирма брутальный телек мощный корпус кинескопный ламповый теплый все как положено на эпоху 2000 годов что ж проблема в телеке не совсем крупная тут что-то не то со светом как я понимаю это телевизор от нашего хорошего подписчика сергея он попросил его сделать что же с удовольствием сейчас все это вместе с вами мы раскрутим посмотрим и может быть даже без всяких схем и просто найдем мелкую деталь какую-нибудь который здесь мозги канифолит почему со цветом здесь проблемы давайте потестим и на основе этого уже будем дальше копать так подрубаем розетку в качестве тестового образца видеосигнала будет у нас работать лифа свист это хорошо это значит высоковольтная часть работает ничего не понял и изображение есть так то чем проблемки что же я поставил в качестве источника сигнала теперь sego и нашлись проблемы даже при аудиовидео в ходе то есть тюльпанами все равно за пожинку это не такое очень тусклое причем все параметры я не менял как и подключая дэнди то есть он со временем разогрелся и вот такое изображение стало уж она хуже вот его добавляю а току практически никакого все еще хуже становится вот чуть-чуть добавляется он но не так как должен это странно сейчас мы выключим и посмотрим как он будет после включения через 5-10 минут немножко непонятно когда он включается он как-то тихо запускается да сейчас поярче стало но тускнеет 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 видите красный цвет он как будто теряется и белый тоже ну то есть что-то где-то греется придется разбирать давайте посмотрим что внутри там что там мозги композирует разбирается он как и все такие телевизоры стандартно по периметру откручиваете все болты и снимаем заднюю крышку да код любят они старые телевизоры на них хорошо греться это сейчас уже поколение новых пришло на которых фиг так полежишь так давай откручивайся огромная крышка а внутри все гораздо меньше чем кажется например динамики они вообще миниатюрные оказывается здесь так кинескоп высоковольтный кабель все как обычно и причем весьма маленькая маленькая схема сама материнка хотя она не называется главной платой вроде но я все называю материнка теперь после компьютерной эры и так что же там у нас с ней не так так час вытащим ее к это обязательно перед разбором и перед любыми манипуляциями желательно разрядить его очень сильно иначе шарахнуть так может с этого кабеля что мало не покажется да интересно у него шоссе очень маленькая компактная плата с огромным видеопроцессором как я понимаю это у нас тд 93 81 основной идет от philips 2003 года производства вот такая вот схема все она делает сама другие тут вообще мало микру вот здесь только вот это маленькая и да и все очень интересно сделан телек как будто на самой самой последней элементарной базе хотя 2003 год довольно давно это было и так вот это у нас блок питания сюда подходит 220 большой радиатор стоит импульсный трансформатор филитовый фильтр вот этот помех это все мы знаем вот здесь высоковольтный тдкс опасно трансформатор но не чувствует проблема где-то рядом где-то в нем должна быть потому что если что-то со временем тускнеет при работе значит питание идет неправильно накал на накал особенно то есть надо его проверить первую очередь тут у нас небольшие следы пайки есть возможно было уже здесь проблема какая-то причем как раз по моему на тех пинах где идет накал так ладненько здесь все ясно сейчас посмотрим с другой стороны платы на посмотреть хотя мне кажется вы пропали вы можете просто не до конца пропаяли странно и уже чинили наверное это делал сергей тут использовал тоже принцип который очень похож для когда мы ремонтировали lg то есть пропаивали силовые контакты но вот этот контакт все равно меня беспокоит тут какая-то микротрещина все равно виднеется или мне так кажется так честно всякий случай пропаяем что же производим стандартную процедуру пропайки каждый пин хорошенько разогреваем и отпускаем все это в любом случае не повредит что ж яркость экрана довольно слабая на камеру видно что как будто он ярким вот в реале я сейчас смотрю это еле-еле синий вид на цвет просто как будто не хватает чего-то так смотрим на там на низ копий ну в таком же он состоянии как и был при запуске вроде есть но какой-то он белый скажем так по моему должен быть гораздо ярче вот скачал схему шасси и вот она вот здесь вот наша спираль с накалом вот здесь он должен подходить напряжение на нем как минимум 6 половина вольт должно быть сейчас буду смотреть где не хватает возможно проблем в трансформаторе итак с помощью подпитания с регулятором я выставил 6 вольт там чуть поменьше 6,6,3 достаточно и сейчас я искусственно сымитирую накал подключаем к резистору который идет на накалу сюда и к массе смотрим сейчас он прогреется и я посмотрю как он будет светиться при 6 вольтах настоящих потому что напрямую замерить не так-то просто все это оказалось при подключении напрямую вот так он раскалился собственно так и должно быть что же, что же, что же не дает тебе нормальное напряжение почему это так называемый фокус не тот фокус, что у меня сейчас током швардинский я отвечу а этот фокус, короче, он делает вот так вот четче и мутнее, скажем так сводит лучи вместе вот надо четко вот так поставить вот так должен быть стоять а вот этот скрин он как раз у нас отвечает за в целом напряжение но даже на максимум не хватает его будем искать где проседает где проседает он даже свистит как-то по-другому я же говорил помните, когда запускали мы очень тихо она работает кто-то или что-то его не питает до конца будем смотреть по карте напряжение вагом мультиметр у нас под рукой когда проблема не очевидна я делаю следующее проверяю все напряжения на видеопроцессоре чтобы убедиться что сам процессор работает и что все узлы схемы в принципе в норме для этого нам необходимо один щуп подключить к массе другим щупом тыкать на все пины и сверяться с картами напряжения на шасси благо они там указаны таким образом я сверил всю схему мне в этом помог код и все оказалось рабочим я уже не знал что делать поэтому даже попробовал поставить кулер и им охлаждать высоковольтный трансформатор сделал это для того чтобы ну вдруг если что-то там внутри отходит от нагревания как бы исключить эту проблему но как оказалось даже при охлаждении трансформатор не работал как надо ускоряющее напряжение на кинескопе все равно было маленькое всего 133 вольта вместо положенных 400 133 вольта ну как оказалось проблема была и не в трансформаторе и не в кинескопе немного спустя я все таки нашел в чем причина ура заработал ха ха блин два дня я с ним просидел это кошмар оказывается оказывается поломка была в следующем в общем после того как я проверил накал как вы уже видите искусственно поставил изображение изменилось я понял что не в накале дело далее я проверил все напряжения на основном процессоре на той самой микросхеме длинной благо шасси отлично здесь описано от этого телевизора шасси 21 е 2 у небольшие отклонения есть конечно от нормы скорее всего это из-за того что уже сам сами детали подсели некоторые ну там плюс-минус 0,1 вольт в общем видео про сработал видео про сработал поэтому здесь осталось прикапывать столько к высоковольтной части и как вы уже замечаете что то здесь не так сверху накинуты два конденсатора которые составляют общую емкость это конденсатор который работает вместе с высокочастотным транзистором самым мощным строчным транзистором который важный элемент без которого сам ТДКС сам трансформатор диодно-каскадный он не запустится вот этот конденсатор он когда его выпаял он показал себя рабочим вот эта поломка она особенная он когда только разогревался когда все схемы и контуры зарабатывали нормально он ну через минуту там две вот так вот начинал видать коротить немножко наш транзистор и срезать у него напруги в итоге короче трансформатор работал не как нужно и выдавал заниженное напряжение на ускоряющем было всего сто двадцать сто тридцать вольт вот на этой вот на этом пине короче на кинескопном это ускоряющее напряжение от которого напрямую зависит конечно свечение нашего экрана скажем так яркость его и вот эта маленькая деталь которая все изгубила сейчас поставил две вот таких от самсунга вот такая вот история да сейчас нам осталось настройки привести в норму я тут покрутил уже успел кое-что бог кстати у этого телека вы не поверите я не нашел ни одного переменного резистора схеме ну кроме естественно высоковольтных двух которые вот здесь вот они вот эти вот я их и крутил собственно это фокус и ускоряющие а остальных здесь ни одного переменного резистора нет это клёво с одной стороны и с другой стороны блин вся конечно надежда на процессор как он реагирует и как он и контролирует все вот схема отличная схемка кстати третий раз меня уже спасает и третий олег с него вообще не восстановил это рабочая схема от самсунга вот у которого сломан был экран вот у него тоже стоит строчный транзистор большой большой такой и сзади него вот были конденсаторы один стоит на 680 и тут еще вот эти вот парочка как раз высоковольных стояла видите не отдельно обозначены горизонтал написано вот они так как раз мне очень помогли и они на 1600 вольт идут а не на 1500 как было раньше так что я возьму такую толстую проволоку вместе их соединю здесь и здесь и уже толстой проволокой засуну вот сюда в отверстие и запаяю вот такой наборный конденсатор получится ну что делать других сейчас не найду таких а покупать ну сами знаете кто покупает в радиомагазинах а только не следующие люди все ништяки лежат в них в других телевизорах например что ж вот мы установили наш конденсатор сборный из трех вот он тут стоит ну почти в лес подальше радиатор отогнул чтобы ну чтобы он не грелся на всякий случай и сейчас я еще хотел заняться в конце мелочами перед финальное закрытие крышки это поменять кнопочки кнопочки фигово работают они уже со временем там видать окислились контакты я возьму вот такие же кнопки вот панель от видика это был какой-то видик я его на разбор взял и тут нормальные кнопочки выпаяем им их и припаяем там два контакта ничего сложного четыре кнопки вот эти особенно кнопки переключения каналов вообще почти не работают жать надо прям с усилием чуть ли не локтем что ж после замены кнопок телек работает хорошо кнопки работают но есть одна проблема что-то не то со цветами да и вообще с изображением оно ужасно перенасыщено и нет никакой я не знаю даже как объяснить как будто он неправильно настроен все слишком ядовито смотрится в качестве антенны я присобачив колонку но это неважно он должен ловить на кусок провода даже и сейчас я так думаю кто-то копался основательно в его сервисном меню до меня что значит сервисное меню это такие настройки которые скрыты от пользователей но они есть в некоторых телеках где в частности не хватает вот этих переменных резисторов которые я говорил их нет на схеме но на самом деле все настройки скрыты в этом самом меню благо в инструкции шасси к телевизору все описано какие должны быть установки сервисные сейчас я буду их возвращать обратно такие пироги не стоит копаться в сервисных меню если вы не устранили поломку изначальную в общем пытались по ходу яркость подобавить другим способом чтобы войти сервисное меню нам необходимо замкнуть две перемычки между собой на одну секунду вот они там находятся это G138 и G137 что ж берем любой металлический предмет и очень аккуратно стараясь ничего другого не задеть замыкаем две перемычки между собой вот так все достаточно одной секунды также аккуратно вытаскиваете все под напряжением будьте предельно внимательны это опасно так вот появилось меню сервиса видите sharp написано тут всякие единицы нули это в общем состояние памяти и прочим показывает что только не показывает здесь есть все настройки которые скрыты от пользователя вправо найдем настройку АГЦ АГЦ у нас это идет она должна быть установлена на 14 тут стоит 35 видите уже что то не то уже кто даже ставил что то неправильно и вот так пробегаясь по каждой настройке приводим их в порядок вот тут все очень много настроек так что я сейчас это все пропущу но самое большее интересует subcontrast subcolor и subbridges это параметры яркости контрастности и прочего они наверное тоже расстроены так кошмар все расстроено долгая история пропущу итак я установил все параметры по дефолту по схеме шасси теперь обратно возвращаем телевизор в обычный режим для этого пройдем ту же самую операцию на одну секунду замыкаем два контакта все да теперь можно уже работать параметрами встроенными в телек что ж протестируем менял все настройки добился с оптимального параметра но все таки кин уже не тот кинескоп уже подсел в любом случае еще и поживет что ж постреляем вытачек все работает нормально очень даже хорошо еще можно вот так сделать подождать пока она летит и в самом конце его бить когда уже все с вами был Мас Павел всем пока подписывайтесь еще будет много видео